У капитана теплохода «Волгодон-159» Николая Гуляева сегодня день особенно ответственный. Его экипаж открывает грузовую навигацию 2014. Через шлюз городецкой ГЭС теплоход возьмет курс на Череповец за металлом. Дальше перевозка щебня в Москву и в Нижний Новгород для строительства стадиона к чемпионату мира по футболу. Эта навигация для опытного капитана уже 42-я по счету. Правда, первая с такими условиями. На верхней «Волге» мало воды. Водохранилище сбросили. Сбросили водохранилище. Видно много. Ожидали большую воду. Но, я говорю, как прошлогодний этот перепугал всех Амур. Вот такого низкого уровня, как сейчас, не было. За 40 лет я не припомню, что такое было. И это, несомненно, внесет свои коррективы в работу грузоперевозчиков, отмечают опытные речники. Условия, конечно, не из лучших, но справимся, заявляют в Орском пароходстве и Федеральном агентстве «Росморречпорта». Эта навигация открывается в сложных условиях маловодности. Это природные условия, и мы не можем откуда-то взять воду и налить. Сейчас уже мы попросили энергетиков не делать большие попуски, сократить их с тем, чтобы наполнилось водохранилище. Сегодня оно на 50% только наполнено. И будем вот эти попуски делать, собирать сюда, чтобы мы могли их в определенный момент, строго согласованы, пропустить как можно больше. И вниз, и вверх по реке. В таких условиях можно получить неплохую практику. Большие планы на эту навигацию возлагают курсанты речного училища. Особенно, кто выходит в плавание впервые. Ну, пойдем, наверное, месяцев на 7, то есть до ноября. Ну, конечно, хочется получить практику, потому что так как учимся этому. Ну, и чтобы дальше уже работать, повышаться в должности после того, как закончим учебное заведение. Еще одна отличительная черта этой навигации, помимо маловодности, повышенной внимания к безопасности работы на реке. В этом году завершена модернизация всех судов, заменено радиооборудование и навигационные приборы. И это сделано в соответствии с современными требованиями. И, кроме того, это повышает безопасность плавания. Сейчас на базах технического обслуживания флота Ворского проходства уже подготовлено к отправке за грузами около 200 судов.